20-тонный КАМАЗ не вместил всего содержимого двухкомнатной квартиры. В Караганде жители дома не только выиграли суд, но и добились исполнения решения по вопросу очистки соседской квартиры от мусора. То, что увидели рабочие в квартире, с трудом подается описанию. Но Ирина Бобещевич попыталась. Едва ли не с каждого района города поступают обращения от жителей, жалующихся на соседа или соседку, устроивших в своих квартирах склад мусора. Истории похожи. Каждый день пожилой человек отправляется на контейнерную площадку и несет к себе домой то, что выбрасывают другие. Такое поведение медики называют термином «синдром Плюшкина». Со временем помещение доверху заполняется мусором. Там размножаются тараканы, грызуны. Все бы ничего, но жизнь соседей превращается в мучение от бесконечного гнилостного запаха. Полчищ тараканов и грызунов, угрозы пожара или затопление из-за невозможности добраться к коммуникациям водопровода и отопления. Андрей Кныщук – женой, проживающий в центре города, как раз из числа таких пострадавших. Антисанитария. Мы уже обращались везде, где только возможно. Клопы, тараканы, мыши. Зайти в квартиру невозможно. Где-то если что-то по стойку нужно менять, реально она не пускает. Ну невозможно ничего сделать. Дышать здесь невозможно. И вот маску то снимает, то одевает. Туалета у нее там нет, она пользуется вот эти пятишки, вот эти фекалии собирает, все туда наливает и идет. Сначала первое время размазывала по подъезду, потом мы как-то это запретили делать. Начала вываливать. Вываливает опять в баках поковыряется, опять все несет домой. И просто уже нет никаких сил. В таких случаях жители пишут во всевозможные инстанции с требованием запретить соседу или соседке устраивать в квартире многоэтажки рассадник заразы. Обычно ответ один – подавайте в суд. В данном случае у мужчины лопнуло терпение, когда ребенка искусали клопы и его пришлось лечить. А счета на дезинфекцию стали регулярно отнимать часть семейного бюджета. Андрей подал в суд и больше года назад выиграл, но исполнить решение не представлялось возможным из-за недопуска в квартиру. Очень сильная женщина, вообще не отодвинуть ее. То есть 78 лет, а такая сила у нее прям, не знаю, как будто в ней демоны поселились и невозможно. Ну как это нормальный человек может это все носить? Судоисполнители и полиция все же обеспечили доступ в квартиру. Семья Андрея оплатила бригаду рабочих и заключила договор с мусоровывозящей компанией, на все потратив около 150 тысяч тенге. По определенным причинам мы не показываем происходящее в квартире. Видавшие виды мужчины говорят, что попали в какое-то зазеркалье под потолок, забитое мусором. Войти в комнату невозможно. Ребята спрашивают, это однокомнатная квартира, а это двухкомнатная. Мы специально сегодня не покушали, чтобы просто реально не блевануть. Я такого еще никогда не видел, честно вам сказать. В жизни такого мусора, честно, не видел столько. В итоге на следующий день частично квартира была освобождена от хлама и под завязку мусор заполнил 20-тонный КАМАЗ. Этот случай с принудительной расчисткой квартиры по решению суда стал беспрецедентным. Обычно такие квартиры расчищают уже после смерти хозяина, либо когда его направляют на принудительное лечение. В Саране в апреле прошлого года загорелась захламленная четырехкомнатная квартира. Тогда пожарные ужаснулись, увидев ее содержимое, и с трудом нашли очаг возгорания. Только после этого насильно соседи освободили квартиру, вывезя три КАМАЗа мусора. Ну, это победа. Я даже не могу сказать, что это в первую очередь, конечно, победа этих взыскателей, этих, кто подал иск, что действительно не дошли. Но бабушка может ли опять возобновить свою деятельность, это уже другой вопрос, конечно. Законодательство у нас в этом плане слабое. То есть, как бы, вот, над этим надо работать. Ирина Вобещевич, Шелкар Алтенбеков, Наталья Заяц, 5 канал.